Всем привет, дорогие любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала. Добро пожаловать на канал Ольга с Ким Мокбанг. Посмотрите, какой сегодня мы кушаем с вами салатик. Обалденный, свекольный, с морковкой, да с изюмом. Шикарно вот так он выглядит. В общем, друзья, у Тимоши у нашего сломалась урчалка. Никак она не включается у него. Поэтому он вас сегодня приветствует молча. Ну что ж, давайте пробовать. У меня здесь, Алексей, и вилку, и палки, и две ложки. Может, он сам хотел кушаться? Давайте попробуем салат. Шикарно выглядит. Друзья, это объедение. Сладенький изюм. Кислинка от смородинки. Свекла сладенькая. Очень вкусно. Вкусные орешки. Ела бы и ела один только этот салат. Как же вкусно. Я, когда прочитала рецепт, я сразу поняла, что будет очень вкусно. Изюм сладкий. Смородина кислая. Орешки вкусные. Свекла. Ммм, объедение. А кушаю я сегодня борщ. Так он выглядит, в общем. С черным хлебом. Также у меня на столе здесь сельдерей. И чимчи. Рецепт на свеклу, чимчи и борщ, как всегда, внизу в описании под этим видео. Борщ, конечно же, мы кушаем со сметанкой. Вот так. Очень вкусный борщ по рецепту моей свекрови, любимой. Мама моей. Ммм. Как же это вкусно. Ох, как все вкусно у меня сегодня прям. Ммм, очень вкусно. И черный хлеб. Хороший, не кислый. Кстати, борщ я кушаю, конечно же, с рисом. Потому что корейцы без риса не могут. Вообще. От слова совсем. А поговорить я с вами сегодня хотела по поводу беспредела, который у нас сейчас в Российской Федерации происходит. Путин издал указ, что все должны отдыхать с 28 марта по 5 апреля. все, кроме медиков, продовольственных магазинов и аптек. но что делают наши недобросовестные работодатели? Моей сестре сказали. Никаких выходных, никакого карантина, всем работать. Хотя компания ни к продовольствию, ни к медикам, ни к фармацевтам никакого отношения не имеет. Вопрос. Если сотрудники этой компании кого-то заразят, и если следствия этого заражения будут весьма печальными, кого наказывать? Физическое лицо, которого принуждали выходить на работу, пользоваться общественным транспортом, и так далее. Или юридическое лицо, которое заставляло. По сути, виноват это юридическое лицо, но заражение было от физического лица. Кого наказывать? Некоторые подписчики у меня Олечка, не буду называть вашу фамилию, вам огромный привет, писала, что ее дочь, работодатель, отправил на карантин без содержания. А что сказал Путин? Путин сказал, что с сохранением заработной платы. но работодатель плевать хотел на слова Путина. Он делает так, как выгодно ему. как же вкусно. но с другой стороны, я не знаю, тоже, да? Смотрите, работодатель, это тоже можно понять. Есть такие структуры, которые совершенно сейчас на грани банкротства. Это всякие развлекательные центры и общепит. То есть, наверное, со стороны государства должна быть какая-то поддержка в их сторону, потому что, как бы, в данный момент, сейчас, вот в наше непростое время, прибыль этих компаний сводится к нулю, а зарплату сотрудникам никто не отменял. Как быть вообще? Тем более, Путин сам говорит, что выходные с сохранением заработной платы. Не знаю. Очень-очень такая, знаете, спорная ситуация. И вот я, человек привыкший, всегда мыслить справедливо, и вообще стараюсь, да, максимально справедливые решения всегда принимать. Ну, слава богу, меня это не касается, я могу только со стороны это сидеть и обсуждать. Но вот я даже не предполагаю, как этот вопрос можно решить справедливо. Путин говорит выходные с сохранением заработной платы. Работодатель при всем своем желании не может сохранить людям заработную плату. Я не говорю про все структуры, да, про все там виды деятельности. Но вот в частности общепитые, развлекательные центры, они не получают абсолютно никакого дохода. а зарплату платить надо. Вопрос, как быть? Где справедливость? А другие структуры, видите? Несмотря на то, что говорит Путин, делают все равно по-своему. Просто тупо делают по-своему. Ну и в какой-то степени тоже я могу понять, а откуда они возьмут эти средства, чтобы выплатить людям зарплату? То есть получается теперь чтобы как-то более-менее адекватно разрулить ситуацию, компании проще себя объявить банкротом. А я слышала я уже не помню кого я смотрела из блогеров что жалуются медсестры Путин сказал повысить им заработную плату до 50 тысяч рублей. Так теперь медсестер стали переводить на должность санитарки и не шиша им там не повышают. Медсестры бунтуют, возмущаются. не помню где я это слышала но было такое я надеюсь что это не массово происходит но вот с кем-то так поступили не какое-то так как вот там кем-то и там ! короче я так понимаю говори путин не говори что хочу то ворочу а путин настолько вообще то ли он добренький такой и не предпринимает никаких мер карательных против работодателей то ли ему так выгодно делать вид как будто ничего не происходит я конечно очень переживаю не за свою сестру которую заставили работать а за ее маму потому что сестра даже если заразиться скорее всего она все это перенесет в легкой форме а мама ее пожилая входит в зону риска мама ее это моя тетя поэтому я очень переживаю ну что я тоже могу сделать да сестра моя является единственным работающим человеком в их семье я просто не имею права сказать сестра бросай работу сиди рядом с мамой чтобы не дай бог не заразить ее это неправильно на что они будут сидеть и жить точно такая же ситуация у нас с мамой алексея ей уже в этом году будет 70 то есть то есть она тоже входит в зону риска но работает она в поликлинике но работает она не доктором не медсестрой а работает она в гардеробе у нее сезонная работа то есть когда начинается отопительный сезон ее приглашают на работу а когда отопительный сезон заканчивается она идет отдыхать но вроде как числа 15 апреля уже отопительный сезон прекращается и она пойдет отдыхать но главврач больницы учитывая ее возраст я считаю мог бы закрыть гардероб на две недели раньше это мое мнение не от того что она моя свекровь не от того что она лешина мама но вот мое мнение чисто по-человечески могли бы именно в этой поликлинике закрыть гардероб на две недели раньше и эту сотрудницу которой уже 70 лет будет отпустить пораньше за нее тоже очень сильно переживаю если не дай бог не просто она заразится а и дедушку заразит который тоже входит в зону риска сметанка обалденная салат прям зачетный чимчи вкусная борщ прям язык проглотишь все очень вкусно друзья напишите пожалуйста в комментариях внизу под этим видео что вы думаете обо всей вот этой сложившейся ситуации как себя ведут все эти недобросовестные работодатели ну что ж друзья пока я с вами общалась я уже наелась если видео понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о моих новых видео пишите комментарии мне очень приятно с вами общаться огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания всех очень сильно ценю люблю и уважаю а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся завтра субтитры сделал DimaTorzok